Обстрелы Белгорода не прекращаются. Сегодня во время воздушной тревоги погибла женщина. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от нее. Женщина гуляла со своими собаками. Одна из них тоже погибла. Минимум два человека пострадали. С осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой их забрали в больницу. Повреждено остекление в нескольких жилых домах, в том числе многоэтажных. Сгорели четыре автомобиля. Под Белгородом от утреннего пострадали поселки Майский и Новая деревня. Власти города озаботились жалобами на позднее срабатывание сирен. Исходя из той ситуации, в которой мы сейчас с вами живем, дорогие друзья, продолжаем уделять большое внимание гражданской обороне. Вчера провели очередное учение. В десятки раз снижено количество жалоб вашего мнения, ваших оценок на качество звучания звукового сигнала. Это работа будет продолжена. Обстрелы усилились 12 марта, когда добровольческие подразделения россиян, воюющих на стороне ВСУ, сообщили о прорыве границы в регионе и в Курской области. В сети появляются кадры из приграничного села Козинка на Белгородщине. Военные эксперты говорят, что это первый населенный пункт, превращенный войной в руины на территории России. И не без помощи Минобороны, солдаты которого обстреливали село, чтобы выдавить оттуда легионеров. Телеграм-канал Пепел также утверждает, что российский бомбардировщик уронил фугасную авиабомбу на село Замосте, которое находится неподалеку. Ну а россияне, которые воюют на стороне ВСУ, накануне дали пресс-конференцию, на которой заявили, что бьют только по военным целям. В СРФ размещают свои опорные пункты, какие-то базы проживания непосредственно на тех улицах, в этих населенных пунктах, где осталось гражданское население. Это, соответственно, затрудняет какую-либо с ними борьбу, потому что, ну, фактически они применяют живой щит. Мы понимаем это, соответственно, когда наносим какие-то удары, мы максимально ювелирно стараемся наносить только по военным целям. На этой пресс-конференции представитель Легиона Свобода России подтвердил участие российских добровольцев в обстрелах населенных пунктов. А Песков сегодня заявил, что часть российской территории якобы оккупирована киевским режимом. Правда, неясно, что он имел в виду – приграничные села или аннексированные украинские регионы. Зато войну он теперь открыто называет войной. Ну а Соединенные Штаты просят Украину отказаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, Вашингтон беспокоится о том, что из-за этих атак могут начать расти мировые цены на топливо. Своей обеспокоенностью американцы поделились с Украинской службой государственной безопасности, а также с Главным управлением разведки. Впрочем, несмотря на это, атаки на российские НПЗ, терминалы, склады и хранилища в последнее время только усилились. Как мы неоднократно рассказывали, ряд экспертов видят в этом новую стратегию Украины в борьбе с российской агрессией. Впрочем, по данным Financial Times, в свою очередь в Белом доме из-за этого растет разочарование действиями Киева. Кроме того, здесь опасаются российского ответа на удары Украины, а также того, что может пострадать инфраструктура, на которую опирается Запад, в том числе трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума. Ну и, кстати, не нефтью единой. Как выяснило издание Washington Post, Запад продолжает закупать у России еще и титан. И стоимость этих закупок достигает сотен миллионов долларов. Причем поставщик, компания WCMPO Avisma, не попала под санкции ни США, ни ЕС, хотя частично принадлежит госкомпании Ростех. Еще немного о просьбах западных и не только партнеров. Как стало известно агентству Reuters, в ближайшее время Украина может отказаться от списка спонсоров войны под давлением Франции, Австрии, Венгрии и Китая. По данным источников Reuters, эти страны недовольны, что, несмотря на их поддержку Украины, их компании включили в список. Я напомню, спонсорами войны Киев считает компании, которые продолжают вести бизнес с Россией. Среди них Ашанли, Руа Мерлен, Бандюэль, Алибабан, Эстле, Бакарди и другие. В Белгородской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту было четыре человека, один из них госпитализирован. Вертолет получил повреждение. ЧП произошло у поселка Ровеньки, неподалеку от границы с Украиной. Причиной называют ошибку пилота.